Привет, а у нас тут интересный проект, и этот цикл обзорных видосов я бы хотел начать с некой прохладной истории. У меня недавно был стрим по золотой лихорадке, которая по дескаверистскому проекту снята, в смысле сделана, да. И только в моей душе закралась мысль о том, что неплохо было бы покопать золото, как мы наткнулись на этот проект, ядроген. Его разрабатывает человек, который просто красавчик, и сейчас, когда мы пойдем смотреть эту игрушечку, вы поймете, о чем я говорю. Да, речь у нас пойдет сегодня про золотую лихорадку, про добычу, промывку и продажу золота. И не только, кстати, да, здесь не только золото можно добывать. Единственная ремарочка, игра все еще, естественно, находится в разработке, и у нас нет сетевого режима, и я пока что не знаю, будет ли он вообще. Но сразу скажу, что всю подробную инфу про игру вы найдете в описании, я тут взял за правило все это дело всегда оставлять теперь там. Поэтому погнали, да. Новая игра начинается вот так. Вы просто телепортируетесь на место, и все, и понеслось. И давайте я буду вас знакомить с местными достопримечательностями, а потом мы будем добывать немного золота. Значит, во-первых, у нас нет никакой истории. Мы не знаем, кто мы, мы не знаем, откуда, и почему здесь, и почему я хочу золото. Ну, я-то знаю, почему я хочу золото, но персонаж не знает. Из инвентаря у нас есть, собственно, два объекта. Это вот этот фонарь, который, кстати говоря, неплохо ночью освещается. Мы его пока отложим вот сюда. У нас есть карта острова, где мы можем понять, где мы находимся. Это синий ромбик, если что, или квадратик повернутый на 45 градусов. Также здесь нарисованы места, где можно осуществлять продажу и, конечно, закупаться новыми ресурсами. Карту я, естественно, положу сюда. Сразу же скажу, что по звуку работа ведется сейчас активно, поэтому вы слышите, когда падает карта, металлический звук. То же самое вы услышите, когда я буду вот эти деревянные ведра бросать. И это, кстати, да, дополнительный наш инвентарь. Это обычная ведерка и, собственно, тазик для промывки. Да, мы будем сегодня копать золото, возрадуйтесь. Но перед тем, как мы начнем это делать, я бы хотел познакомить вас с магазином, дабы вы понимали, насколько это все дерьмо здесь серьезно. Во-первых, хочется сказать, что у разработчика очень интересный подход вообще, в принципе, к геймплею, потому что у нас нет никакого инвентаря, у нас нет никакого интерфейса, кроме кругляшка, чтобы вы могли хоть как-то целиться в объекты. Здесь вся игра построена на физических объектах и даже деньги, которые будем зарабатывать будут в виде монеток. Значит, зацените, это такой начальный, скажем так, магазин, где мы можем купить тазики, ведра, кирки, лопаты. Кирки сделаны для того, чтобы можно было очищать землю. То есть, по сути, мы не будем использовать кирку для добычи. Мы будем ее использовать для терраформинга внезапно. И также у нас есть здесь улучшенная лопата, которую мы первым же делом купим, когда заработаем на нее денежки. Удочка внезапно. Да, здесь есть рыбалка, пока достаточно сомнительное развлечение, но, видимо, когда у нас пойдет полная автоматизация, мы с ней познакомимся. Про автоматизацию я расскажу чуть подробнее попозже. Значит, молот кузнеца. Да, молот кузнеца. Да, естественно, мы сможем все это дерьмо, которое накопаем, переплавлять. Для этого у нас есть печки. Конечно же, есть тигель, куда мы будем складывать всякие наши наггетсы, крошечки золотые и переплавлять их. Также есть еще металл, по-моему, если я не ошибаюсь. Естественно, у нас есть форма слитка и сама наковальня, где мы будем ковать предметы. Из предметов, которые можем ковать, я могу сразу отметить, что есть всякие мечи, ножи, какая-то еще хиромантия. И все это дело можно будет продавать в специальном магазине. И еще здесь продается карта за 45, но она у меня вроде бы уже есть. Также у нас есть строительный молоток, который используется для того, чтобы любой объект, который вы поставите в мир, можно было зафиксировать. И вы своим тельцем его подвинуть не сумели. Еще нужно сказать, что есть кровать для того, чтобы пропускать ночь. А ночь здесь реально темная. И, конечно, фундамент. Да, здесь можно строить свой дом. А вот тут находятся весьма интересные вещи. Здесь находится трубоподведение или водоодведение. Дело в том, что все вещи в этой игре на данный момент, которые требуют топлива, работают исключительно от воды. Ну, кроме, наверное, вот этого прекрасного самосвала или пикапа. Будем называть это пикап. Стоит отметить, что игра выполнена в неком таком мультяшном стимпанк стиле, что ли. Наверное, так. Нам, скорее всего, для ознакомления дали этот пикап, потому что в будущем его можно будет покупать. Его, в общем-то, и сейчас можно покупать, но до этого магазина, я, честно говоря, не очень помню, где он находится. Но давайте сначала пробежимся вот сюда наверх, потом пробежимся. Там можно сразу золото продать, поэтому я особо смысла-то не вижу туда бежать. Давайте лучше прокатимся. Значит, как вы понимаете, этот грузовик сразу же нам доступен, и он уже ездит. Что касается физики, потому что я очень люблю физику в играх, и могу сказать, что мне очень нравится его поведение. Мне совершенно не нравится камера, потому что я бы хотел, чтобы я мог опускать камеру и поднимать, но я этого делать не могу, только вращать ее вправо-влево. Так вот, этот грузовик нам потребуется для того, чтобы возить абсолютно все предметы. Это, считайте, наш дом на колесах, пока у нас не будет настоящего дома. И сейчас мы приблизимся с вами не к этому месту. О, черт, прости. Я думаю, что когда-нибудь разработчик сделает так, что эти столбики будут ломаться. Нас интересует другое место, но сюда я тоже хочу зайти. Давайте это сделаем сейчас, потому что это имеет весьма и весьма важные объяснения. Да, и механики. Значит, смотрите. Помните, там была кузня? Так вот, собственно, эти вещи вы сможете там выковать и здесь продать. Учитывая вот эти значки о падении и возрастании цены, можно предположить, что в игре существует какая-то рыночная экономика. От чего зависят цены, я пока не знаю. Но то, что нужно будет за этим следить, это как минимум круто. А мы отправляемся дальше в самый крутой магазин в мире, от которого вы просто охренеете. Кстати, про охренение. Я тут случайно не туда свернул и набрел на продажу большого участка. Просто зацените масштабы этого участка. И весь ландшафт, который вы здесь видите, он полностью динамический. Его можно копать, ковырять, изменять, насыпать, высыпать и все такое. И, естественно, промывать. Правда, с водой здесь напряженка, да? Ну ладно, поехали дальше. Я случайно навернул свою машину. Дело в том, что физический движок в игре еще не совершенен. Его еще допиливает разработчик. И поэтому мне пришлось перезапустить игру. И это даже хорошо, потому что я могу вам показать магазин, который будет принимать слитки. И вот смотрите, у нас есть металлический слиток, я полагаю. Железный слиток и какой-то алмаз. Их несколько видов на самом деле. Здесь есть всякие рубины, еще какая-то трихомудия. Все это дело мы будем намывать с вами. И да, я понимаю, что вы уже сейчас хотите. Вы кричите в комментариях, давай уже, сука, мой золото. Но подождите, вы должны кое-что увидеть. На этот раз для того, чтобы не заблудиться и нигде не застрять, я буду использовать карту, которую заблаговременно положил себе в кузов. Но я, в принципе, запомнил, когда туда добираться. Поэтому мы сейчас быстренько туда приедем. Мост направо и направо. Вот это место. И сейчас вы будете немножечко в шоке. Потому что в этой игре, помимо того, что мы будем копать наше любимое золото, мы еще и будем создавать конвейерные системы. Но мы сейчас туда придем. А пока гляньте-ка, какой здесь интересный экскаватор. Продается всего лишь за тысячу монет. Вот такой вот он интересный. Вот здесь у него находится, типа как, кранилище земли. А вот из этой дырочки он будет выплевывать то, что мы там накопали. Но, сами понимаете, что без какой-либо автоматизации смысла его покупать нет. Поэтому мы с вами отправляемся в другой магазин, который находится прямо вот здесь. И вы гляньте, что в торговле имеется. Значит, у нас есть горизонтальный конвейер. Что как бы намекает, что мы сможем транспортировать объекты на расстояние. Также у нас есть вертикальный конвейер. Но, по факту, это не вертикальный конвейер. Это, скорее, наклонный конвейер, чтобы изменять высоту, собственно. И самое крутое, что есть, походу, не в этом магазине, но где-то здесь я это точно видел. А, вот еще зацените. Магнитное ружье для того, чтобы добывать ресурсы, чтобы они у вас не раскатывались. Об этом чуть попозже поговорим тоже. Есть еще кирка-ружье и энергетический рюкзак. Требуется для того, чтобы питать вот эти вот истории, которые здесь на столе имеешься. То есть эти вещи покупаются вместе. Их нельзя купить отдельно, я так полагаю. Или можно, но они работать не будут. Нас интересует другое место. Вот оно, да. Значит, смотрите. У нас есть фундамент из цемента. Это как раз-таки к вопросу о создании домов. У нас есть крыша там всякая, стенки, окна. И, естественно, кровать. Ну, кровать мы уже с вами видели. И двери. Да, естественно, двери. Моя цель. Если, конечно, вам понравится эта игрушечка, и вы захотите видеть ее больше, и полностью ее видеть, так сказать, мы обязательно построим здесь дом. Пока что мы поедем добывать золото и зарабатывать наши первые монеты. Потому что сколько можно кататься? Пора уже работать. Прибываем на наш маленький прииск. И надо где-нибудь паркануться. Ну, я, конечно, тот еще парковщик. Просто у машины весьма серьезная инерция. И тут не стоит, короче, сильно разгоняться. Иначе вы рискуете так же, как я, застрять. В общем, выходим из тачки. Карту я оставлю внутри. И давайте я покажу вам, как идет, собственно, работа с золотом. Во-первых, мы вот эту кисточку с вами пока отложим. Она мне тут, в общем-то, пока не нужна. Сразу же мы нальем тазик. Господи, меня куда-то несет. Тазик мы налили. Тазик мы поставим вот сюда. Естественно, нам потребуется ведерко для руды или земли. Да, которую будем копать. И сразу же щеточку рядом положу. Учитывая, что мне пришлось перезапустить игру, моя лопатка диреспаунилась в самом начале. И теперь вот, что мы будем с вами делать. Давайте копать. Как вы понимаете, воксельный ландшафт наше все. И да, я знаю, что я откапываю, окапываю даже ведро. В общем, делаем это следующим образом. Подносим это ведро и высыпаем целую говеху земли. Теперь берем эту решетку, точнее, щетку, какую-то еще и решетку, и ковыряем. И вот, что у нас получается. Мы нашли с вами... Я не знаю, что это, но это, короче, какой-то драгоценный камень. Что мы делаем теперь? Теперь мы берем это ведро, оно же там, слава богу, и идем продавать нажитое. Дело в том, что мы не можем переносить ни в чем, кроме каких-то емкостей, наши прекрасные золотые вот эти вот вещи, ресурсы, или то, что мы там еще добудем. В моем случае, это какой-то синий драгоценный камень. А вот здесь можно продать, да. Ставим ведро, и мы сразу же видим, сколько мы с этого денег заработаем. С одной промывки я поднял 26-24. Нажимаем сюда, и нам выпадает вот такая монеточка, которая тоже физическая, и которую мы должны положить вот в это вот замечательное ведро. Как я это сделал? Я зажал клавишу Е. Дело в том, что когда ты зажимаешь клавишу Е, между прочим, на нее мы все и бросаем на землю, у нас включается режим точечного расположения объекта. Стоит знать и понимать, что этот режим иногда хреново работает, и объекты могут забаговаться. Поэтому монетку лучше отсюда сразу вытащить, и положить в более безопасное место, например, вот сюда вот к нам в грузовичелло. Вот черт, это было очень опасно. Можно меня отпустить? Что со мной не так-то? Что-то со мной не так. О, кажется, все, отпустило меня. Не, ни хера меня не отпустило. А может ты меня не мотать, пожалуйста? О, все, слава богу. В общем, ладно, я эту монетку лучше где-нибудь здесь оставлю, а то чувствую, с ней будут проблемы. Оставим ее здесь. Главное, не забыть, где мои деньги, потому что это именно мои деньги, это не просто так. Давайте покопаем еще немножечко золота. Точнее, того, что мы тут можем найти. Я буду стараться освобождать этот прииск с углов, но не хочу копать в центре огромную яму. Это, мне кажется, немного тупо. Нальем немножечко воды и высыпем туда все, что мы наковыряли. О, черт, я тот еще высыпатель, я знаю. Можно так это сделать. Да что ж такое? Видите, зелененький кружочек. Он как бы показывает, куда упадет объект, но что-то вот сейчас этот объект как-то херово падает. Давайте же это промоем. Промоем. Ну, вот теперь уже золото. Видите? Вот, черт, один камушек мы чуть не потеряли. Иди-ка сюда, друг. А что у меня с этим? Странная хрень, но у меня, по-моему, немножко глюканул интерфейс. Я, видите, не могу в ведро ничего положить. Да, это определенно точно. Мать же ж твою. Так, а если вот так я сделаю? О, получилось. И все у меня в руках. Пойдемте продадим. Пойдемте срочно продадим все это дело. И мы сможем уже много золота добывать. Главное умудриться его принести. Дело в том, что в тазик вмещается не все золото, которое вы добудете. У него есть, видимо, какой-то определенный лимит. И поэтому из него может все выпасть. И это будет очень печально, поверьте мне. Еще 30 монет у нас в кармане появились. Давайте их положим. Тазик. А, тазик. Отнесем обратно. Вот таким образом в игре работает фарм-система. Но, на справедливости ради, я должен сразу же сказать, что мне эта система... Ты что не идешь-то, а? О, господи. Кажется, у меня какой-то глюк опять. Ну, это work in progress, товарищ. Видите, меня как будто на коньках. Да что ж с тобой такое, мразь? Вроде заработала... Не, не заработала нихрена. Да, небольшие проблемы у игры присутствуют, но это не беда. Мы к этому готовились. Интересный факт. Если мы возьмем монетку и положим ее на другую монетку... Господи, что-то у меня точно с интерфейсом. Серьезно? Да не может такого быть, черт, говно. Да прыгни ты, скотина, меня уносит. Так, сейчас я вернусь. Да. Я вернулся. Можно мне выбраться? Спасибо. Что это за звук? Карта, успокойся. Хватит теребонькаться. Вы не поверите, но я только что просрал из-за дырки в модели текстур гребаные деньги. Но я не сдаюсь. Нет, я не сдаюсь. Мне очень интересно, что здесь еще можно делать в этой игре. Поэтому я буду превозмогать. Ну, такое случается. Игра все еще в разработке. Нехер тут плакать. Давай, бери в зубы лопату и погнали по новой. Черт. Я хотя бы хочу себе сейчас на кровать накопить денег. Для того, чтобы можно было переждать ночь. Потому что, видите, хоть глаз выкали. Отлично. Выкладываем. И моем. О, нехило. Вот это хорошо продастся. Понесли. Я несу это на этот раз на башке. Я не знаю, как так вышло, но мне, в принципе, пофигу. В общем, если закрыть глаза на вот подобные баги, эта игрушечка весьма и весьма увлекательна. Потому что... Черт. Потому что аналогов-то пока нету. 60. Берем. Главное, мою монетку не всрать. А сделать именно то, что я хотел... Да что ж тебя задери. Нет, монетка. Отлично. Лежи там. Вот об этом я и говорю. Иногда вы можете потерять ваши ресурсы. И поэтому лучше оперировать большими объектами, а не гребанными монетками. Но я, может, сейчас эту монетку куда-нибудь сберегу, положу. В общем, короче. Приносим наш божественный тазик. И пробуем положить эту монетку на другую монетку. Для того, чтобы они приплюсовались. Видите, теперь у меня 90 монет. И это уже достаточно этого, чтобы купить кровать. Давайте же это сделаем, потому что ночь здесь, ну, просто глаз выколи. Как осуществляется покупка? Весьма прикольно. Вы кидаете монетку в этот таз. Берете кровать, собственно, ставите ее на вот эту доску торговую. И сразу у вас вопрос. А если взять кровать и вынести? Ни хрена не выйдет, она исчезает. Вот так вот. Короче. Значит, берем кровать, сюда кидаем. И вот наша, вот ее цена, вернее. Нажимаем вот так. И мы ее купили. У нас остается 25 монеток. И лучше я их, наверное, пока оставлю здесь. И правда. Пусть они тут лежат. Их вряд ли кто-то сопрет. Берем нашу новоиспеченную кровать. И тащим в наш новоиспеченный дом. Я думаю, что мне надо грузовик немного отогнать. Что-то мне кажется, что он тут плохо стоит. Давай-ка поехали, друг. Вот хотя бы до сюда. Все, стой и развлекайся. Теперь я хочу спать. Я хочу полностью спать. Утро к нам приходит. И все. Вот так быстро это все происходит. Фонарик глушим. Я знаете, что хотел купить, а я этого не сделал. Я хочу купить больше тазов, чтобы промывать больше золота. Да. Мне нужен будет отдельный таз, в который я буду складывать мои пожитки. Но я не уверен, что они там сохранятся. В общем, короче, это все страшно. Страшно и интересно, я бы сказал. Добери уже эту сраную лопату. Так, давай. Накидывай. Почему у меня в маленьком ведре была вода сейчас? Или мне показалось? Непонятно. Ладно, высыпаем. Ох ты ж мать. У меня сегодня прям везет. Видите, один кусочек выбрался оттуда, падла. Мы его обратно складируем и тащим. Нельзя сложить, как я и говорил, кучу золота в один таз. Это все дело будет выходить, точнее проваливаться сквозь него и валяться, в общем-то, на земле. Я об это говно уже обжегся дважды. Из пяти тазов. В общем, носил это все очень долго и муторно. Забираем нашу монеточку. Кладем ее в тазик. Все бы так золото были, да? И сейчас я хочу купить за деньги еще тазиков. Сейчас я только этот верну на базу. У меня к вам, товарищи, просьба. Если вам игра зашла, и даже, в принципе, если не зашла, напишите аргументированные комментарии. Ютубчик теперь работает немного по-другому. Ему нужны ваши комментарии. И именно аргументированные, большие, развернутые. Не просто плюсик, понимаете? Он очень умный. Но эта вещь очень сильно помогает мне. Поэтому небольшой симбиоз создадим, да? Теперь у меня... Сколько у меня там денег-то? 81 деньга. И эту 81 деньгу я бы хотел потратить на тазики. Которые, кстати говоря, стоят вообще 0-1 монетка. А? Тазики бесплатные. Возьмем сразу... Ну, не знаю. Давайте... Давайте возьмем 4. И у нас будет их 5. Потому что у меня есть 5-й тазик там. Вот столько берем. 2 монетки это будет стоить. Заплатим же за них. И оттащим на прииск. А чё ты не использовал пикап, спросите вы? Да мне нормально так, не переживайте. Ха. Теперь, собственно, наливаем... Отчёртов. Наливаем все тазики. Делаем импровизированную промывочную. И ща будем использовать их по назначению. А потом всё это дело повезём на продажу. Я, правда, не уверен, что я на этом пикапе там проеду. И как бы мне не пришлось это всё равно вручную носить. Но в любом случае. Выбора у меня особо нет. Поэтому будем превозмогать. Пока ни конвейеров нет, ни возможности всё это переплавить. Когда будет возможность всё переплавить, мы будем носить тупо слитки на продажу в замок. По-моему, они в замке торгуются. Вон... Не, нихрена не в замке. Они в другом месте торгуются. Я уже забыл, короче, где они торгуются. Но мы это дело найдём. Определённо точно. Так. И это у нас уже четвёртый таз. И остался последний. Вот этот, который спрятался. Там, кстати, за мостиком дополнительный приск. Можно будет там тоже всё это дело ковырять. И ещё хочется сказать одну важную вещь насчёт звуков. Помимо того, что у нас мало звуков в игровых, у нас ещё и музыки фоновой нет. Поэтому я уж не знаю, какие-то я там треки понаставлю. Но просто чтобы что-то играло, я думаю, что в тишине вам будет слушать всё это и смотреть весьма уныло. Ну, а мы продолжаем зарабатывать денюжки. Лопату в зубы и пошли. Чтобы вы понимали, моей следующей покупкой, естественно, будет новая лопата. Потому что новая лопата отличается от старой... От чёрт. Тем, что она накапывает ведро. Наполняет, простите. Всего лишь за две итерации. Да, я хочу вот так выкладывать. Это будет весьма быстрее. В смысле, я не понял. Ну-ка, высри. Спасибо. Она накапывает быстрее, и поэтому мы будем кучу времени экономить. Да, я знаю, опять сказал это сраное слово. Но она классная же, согласитесь. Она просто вот прям как будто ты золотую лихорадку смотришь. И ведро, давай, вывод... О, чёрт! И чё я с этим делать буду? Ну-ка, упади. Говно. Это вообще не по плану, кстати. А можно тебя разбить? Походу, разбить его можно только гиркой. Я не знал, что так получится. Мы этот камушек оставим. Может быть, он мне потом пригодится. Пока что я не очень понимаю, как я могу его разбить. Лучше сразу высыпать в эти. На! Чёрт, это же надо? Два ведра вот так вот просто превратил в кусок камня. Ну или дерьма. Надо скидывать просто в разных местах, и тогда будет несчастье. Вот это вот здесь пусть лежит. Главное, чтобы они, так сказать, не совокупились. А то они ведут себя как материя и антиматерия. Только если вышеуказанные взрываются, эти суки... Это... В общем, роднятся. Так, ведро возьмите нормально. Давайте выкладывать всё. И это тоже. И это тоже. И вот это тоже. Где тут есть... Ага! И вот сюда. Прикиньте, я бы сейчас промазал. У меня бы ещё один вот этот вот здоровый... Картошечка здоровая вывалилась. Теперь давайте чистить. Есть такое дело. Есть какой-то красный камень. Здесь тоже всё отлично. Тут маловато, конечно, здесь тоже не густо. Теперь мы берём эти прекрасные вёдра и помещаем их мне в кузов. Мы повезём их продавать, потому что я не смогу всё унести. Как я и говорил, мне не очень удобно будет... А могу тебя... О, ты чё на голову-то приехал? Ага, странное поведение тазика в этом мире. В общем, жди меня здесь, друг. Главное, чтобы ничего после них не осталось. Потому что это будет очень обидно, если я просру золото, которое я так тщательно наковыривал. Копал тут, старался. Ну и всё, последнее ведро, и мы едем продавать. Стоять? Видели? Видели? Этот камушек пытался сбежать, но мы его не отпускаем. Он должен быть продан. Всё, отлично, погнали. Слава богу, когда ты выкладываешь вещи в машину, они к ней как бы присасываются. И никуда больше не исчезают. Поэтому за сохранность... За сохранность объектов в кузове можно особо не переживать. За сохранность, да. Поехали, попробуем проехать. Аккуратненько. Я капец какой жирный. О, проезжаем. Я проехал. Я проехал, не без проблем, конечно. Если бы меня сейчас отшвырнуло на карту, за карту или куда-нибудь в океан, я бы поржал. Но он ни хера не едет, когда колёса повёрнуты. Вот что я ещё знаю. По-моему, быстрее было бы принести всё пешком. Давай, друг, гони на полную. О, чёрт! Я знал, что так будет. Я от жопы это чувствовал. А теперь челлендж. Попробуй разверни эту дуру здесь. В общем, короче, выходим. Пока что. Неплохо. Я вышел, чуть не упал. И давайте продавать мои пожитки. Которые я так усердно ковырял. 18 получаем. Это пока здесь полежит. Чтобы я просто не перепутал. Ещё 25 получаем. Монетки сразу, видите, так сказать, превращаются в две монетки. Одна. То есть, а две в одно. Господи, вот ещё 40. Отлично. Чё-то мало я намыл-то. Я думал, будет больше. Но нужна новая лопата для этого. Так. 38. О, видите, уже кучка монет стала. Прекрасно. В общем-то, промывка наша и продажа закончена. Это мы оставляем здесь. А это пойдёмте продадим. Я думаю, там где 25 был рубинчик. Вот здесь вообще 23, кстати. Тоже неплохо. Давайте сложим все тазы. Лежите здесь. Я могу их, в принципе, хаотично весьма складывать. Они же мне нафиг не нужны. А нет, нельзя их хаотично. Они могут забаговаться и улететь. У меня так два тазика путешествовало по карте, пока я их в ручьей не обнаружил. Да, бывает и такое. Дерьмо случается даже в золото добыче. И сколько там денег-то? 149. Ну, на самом деле, не густо. Вот, честно вам сказать. Давайте их положим в мой пикап. Вы, главное, никуда не исчезайте. А я попробую сейчас сдать назад. Если у меня получится проехать задом этот мост. Да ехать-то, чё-то я не знаю. Смотрите, он еле-еле едет. Вот просто еле-еле. Я понимаю, почему он еле едет. Я очень надеюсь, что разработчик в будущем даст какой-то транспорт поуже. И, кстати, помните, я вам про топливо говорил. Обратите внимание, за кабиной находится бак. И этот бак с водой. Да, здесь всё работает на воде. Любые вещи. И тот экскаватор, который мы уже с вами видели. Он, понятное дело, тоже работает на воде. Поэтому, наверное, игра и называется. Гидра. Чё-то там про гидра. Да. А теперь момент истины. Газ в пол и поехали по мосту. Как смогли, так и проехали. Ха-ха! Не, лучше, конечно, носить всё это дело как-то поцивильней, что ли. У меня есть для этого даже предложение, как это сделать. Во-первых, мы возьмём наши деньги и отнесём их туда, где хранятся у меня деньги. А именно в магазин. Все бы деньги хранили в магазине, да? Да, я знаю, у меня с этим проблема. Вот они суммировались. И у меня тут 229,06. Что я могу за это купить? Вообще, я, в принципе, склоняюсь к тому, что у меня хватит денег полностью укомплектовать себя системой плавления золота. Мы можем купить форму, тигель и каменную печь. Для того, чтобы ускорить процесс добычи. И процесс, собственно, транспортировки золота. Не ходить с тазами, как идиот, а продавать уже готовые слитки. Причём продавать их можно, как вы поняли, и в магазине слитков, и в обычном магазине тоже. Но в магазине слитков иногда за них ценник будет выше. Поэтому проверять его будет очень эффективно. Но мы этого делать не будем, потому что мы не хотим тратить время. Для того, чтобы всё осуществить, мне потребуется... Ну, ну давайте, я не знаю. Так, исчезни, пожалуйста, у меня. Исчезни нахрен. Мне потребуется, как минимум, один фундамент, который я закопаю в землю и к которому присоединю маленькую печь. Я пока не оплачиваю. Сейчас мы фундамент вот сюда отнесём. Также нам потребуется, естественно, форма для выплавки, чтобы слитки имели хоть какую-то форму. Нам потребуется сам тигель, который... Это чан, который нагревается на печке, и куда вы будете ссувать ваши золотые эти кусочки. Итого у меня всё выходит на 150, а у меня 229. А хватит ли мне на лопатку? А, боюсь, что нет. Ну, мы сейчас проверим. Ну-ка. 229,20, а у меня 229,06. Ну, вы представляете? Ну, просто вот трёх копеек не хватило. Лопаточка? Жди меня здесь. Жди меня здесь, я тебя потом куплю. А пока что давайте оплатим. И заберём отсюда первым делом фундамент, который я сейчас куда-то закопаю. И у нас эти вечер приходит к нам. Вот это прикольно. Так, почему его нужно закапывать, спросите вы. Дело в том, что если я сейчас поставлю фундамент, ну, допустим, предположим, вот сюда. На него накину печь, горелку вот эту. А на неё, собственно, сам тигель. Мне дотягиваться, вот чтобы туда положить железные, господи, золотые эти, самородочки или пыль, кому как больше нравится. Вы понимаете, да, что мне надо будет аж вот туда тянуться? Это нам не нравится. Поэтому это всё дело нужно закопать в землю. И желательно поглубже, чтобы всё было удобно и охренительно. Берём тигель, и там ещё форма остаётся. Ну, форму можно потом забрать будет, это, в принципе, не проблема. Я просто хочу показать вам механику плавления золота. Перед тем, как мы, так сказать, уйдём в небытиё. И потом продолжим добывать золото. Я хотел оставить, но я решил не оставлять. Сейчас мы поспим немножечко и начнём добычу. Спи! Спи, моя радость, усни! Всё, доброе утро, мы продолжаем. Так, первым делом давайте я сделаю задуманное. Я вкопаю фундамент, ну, предположим, вот сюда. Сейчас я тут вам сделаю хорошую такую ямочку. Мне очень нравится работать здесь с ландшафтом. Это вам не в Голд Раш играть, серьёзно. Здесь всё быстро, чётко, классно. Ничего не лагает, ничего не тормозится. В общем, всё очень хорошо. Теперь попробуем взять фундамент и посмотреть, куда он там влезает. Ну, вот смотрите, вот такая может быть высота. Но желательно ещё ниже его расположить. То есть, чтобы... Ну, короче, пока мы поставим так, чтобы вам продемонстрировать, как это работает. Один хрен получится, что мне надо будет чуть ли не с горочкой вот отсюда накидывать. Теперь, естественно, мы берём пару-тройку тазиков. Наверное, я возьму пока один тазик. Мне, в принципе, остальные пока нахрен не нужны. И мы попробуем выплавить первый наш слиточек. Иди сюда, ведёрко. Где моя лопаточка и моё ведёрочко. Кстати, а если лопатой... А если лопатой накидывать прямо сюда? По-моему, получается, да? Больше не получается сбросить. Где моя щётка? Ну-ка, я сейчас проверю. Прикол. Да, определённо точно. Короче, кидаем тигель на печь. И он начинает греться. Как вы понимаете, он реально начинает краснеть. Это ли не чудо? И мы теперь все вот эти вот наши наггетсы, которые мы таким трудом добывали, кладём в него. О! Как так вышло-то, а? Лучше класть по одному. Вы спросите, почему? Ну, потому что если ведром вот этим вот высыпать, то половина упадёт, в общем, мимо. И это печально. Так, и вот ещё один есть. Даже два там. Нифига себе. Нифига себе. Охренительно! Можно, короче, в золото-то быстро мыть. А я тут с этим ведром вожусь. Нафиг ведро. Будем так это делать. Хотя количество не определяет качество, как мы знаем. Или определяет? Чёрт! Смотрите, какие большие получается взять. Так. Оно там уже плавится? Во! Уже какая-то жидкость появилась. Главное, туда никаких примесей не кидать. А то будет очень-очень печально. И наплавим там дерьма. Так. Этот звук хороший или плохой? Вот мне всегда было интересно. Надеюсь, хороший. Наверное, когда не звенит, значит всё плохо. О, чёрт! Вот этот я точно промазал. Эй, золотишко, ты там где? О! Я смог его спасти. О, господи боже. Да, попал. Ну чё? Теперь давайте выплавим это всё. Пусти меня, ландшафт. Берём нашу форму. Кладём её сюда. Берём раскалённый тигель. Я уж не знаю, как он его держит. И выливаем сюда золото. Ах! Вот оно чё, Михалыч. Пусть охлаждает... Что это там такое? Ты чё не выплавилась? Эй! Ну чё ты начинаешь? Походу, это всё надо поплавить подольше. Так, давайте посмотрим. Оно вообще будет плавиться? Надеюсь, что будет. Потому что если не будет, я очень расстроюсь. Я хочу продавать именно слитки. Блин, так получается, один слиток я уже сделал. Чёрт. Ну, короче, мы его пока вот сюда положим. Он, конечно, такой внешне увесистый и большой. О! Жижа... Жижа произошла. Смотрите. Давайте заливать ещё один. Надеюсь, там все выплавились, а не только. Так, проверяем. Да, внутри нихрена нет. Он остывает. И у нас есть два слитка. И теперь их гораздо удобнее продавать. Правда, я опять буду использовать для этого ведро. Точнее, таз. А, кстати, да, там ещё вон золотишко, а металл, походу, валяется. Но мы его оставим, потому что так будет удобнее. Берём и побежали продавать, пока эта штука остывает. Там вроде ничего нет, ничего нет. Вот такая игра, дамы и господа. Сейчас мы это дело проверим. И я подытожу свои впечатления о ней. Потому что мне, в общем, в общих чертах очень понравилось. Да, конечно, некоторые грехи есть. Там со звуком косяк. И иногда тазы веселятся сами собой. Но, в общем и целом, очень круто. Прям вот... Прям вот очень классно. Добавь разработчик сюда мультиплеер. О, мать его, какая это будет просто шикарная. Я не понимаю, почему делают подобные игры без мультиплеера. Но это было бы очень интересно. Причём, если бы добавили сюда разные компании, которые занимаются золотодобычей. Это вообще, я не знаю. Это просто... Это просто вау. Здесь же не нужна какая-то убер-охренительная синхронизация. Копай себе это золотишко, докопай. Ну всё, что-то я расчувствовался. В общем, господа. Вот такая вот игрушка про добычу золота. Да, я знаю, что я просто забыл её название. Поэтому, говорю, такая вот игрушка. Но мне прям дико зашла. Прям очень зашла. Я не понимаю, что делать с этой говёхой. Но мы, наверное, разберёмся со временем. Эта штука, походу, будет гореть вечно. Но это ничего страшного, я думаю. А, нет. Её можно вот так взять и выключить. Вот. Пишите, что вы думаете об этом. А я с вами прощаюсь до следующей серии. Если вам, конечно, всё это дело понравилось и вы хотите продолжения. Я даю паку пыль. Пакусички. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»